Вы смотрите программу «Случаи из трактики». Сегодня мы говорим о садиковских проблемах. На наши вопросы отвечает психолог Виктория Кирьянова. Сразу у нас есть звонок. Давайте примем. Здравствуйте. 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 Слушаем вас. Меня зовут Суя. У меня в садик ходят двое детей. Садик круглосуточного пребывания. И меня интересует такой раз, ну как бы не видно для ребенка. Один ребенок у меня с удовольствием уходит и спросит, что хочет ночевать. А второй ребенка я еще не оставляю, потому что он маленький, ему еще трех лет нет. Нет, даже не влезно это или... Скажите, пожалуйста. Понятно. Все, спасибо большое за вопрос. В комментариях. Два ребенка. Старший ходит, садик круглосуточного пребывания, его все устраивает, он даже просит там остаться. А младший мама пока не оставляет, потому что ему три года. И она переживает, что он... Не обидно ли ему, да? Или какой был вопрос? Я так поняла, что он не хочет. Не хочет оставаться. Все-таки надо было уточнить. Ну, суть вопроса, конечно, неясна, но можно там попредполагать, да, что в чем может быть сложности здесь, или в чем могут быть какие-то плюсы, и как можно, например, эту ситуацию разрулить. Если старший ребенок ходит в садик, да, и его все устраивает, то не нужно искать проблему там, где ее нет. Значит, пусть он ходит в садик, и он остается, и спит, и все нормально. Да, если младший ребенок, маленький, в садик, например, еще не готов ходить, не готов оставаться, то и не нужно там его оставлять, да. Просто самое главное – учитывать, сколько времени есть на адаптацию, и потихоньку его подводить к тому, чтобы ребенок, например, младший, если у мамы есть такая необходимость, все-таки, я думаю, что если мама водит в круглосуточный садик, есть такая потребность, да, то есть не просто так. Если она младшего ребенка тоже хочет потом переводить на то, чтобы он оставался, да, спать, то его нужно готовить к тому, что и старший ребенок так ходит, да, нужно объяснять, почему так происходит, нужно объяснять, что у мамы, например, ночная работа, да, или есть такая какая-то необходимость так работать. А ещё нужно укреплять их собственные связи между детьми. Нужно говорить о том, что ты остаёшься в садике, и здесь с тобой твой брат или твоя сестра. Что ты в садике остаёшься со своим родственником. И вот это ощущение, что где-то здесь, в этом садике, есть его родственник, может давать ему ощущение расслабления, что вот это место всё-таки оно какое-то родное. Поэтому они вместе идут, ребёнок должен младший видеть, что старший уходит туда, например, в ту группу его можно даже провожать, ребёнок потом улетит в свою группу. А если вопрос был в том, что младший тоже готов, и мама сама переживает, не рано ли ему в три года на круглосуточное. Если ребёнок вроде как изъявляет желание, можно ли в три года? Можно попробовать оставить, посмотреть, как он будет переживать. Но если есть такая необходимость, если у мамы есть такая потребность. Если нет такой потребности у мамы, а ребёнок просто хочет, он может хочет, что ему кажется, что-то такое интересное там происходит в это время, когда он не видит, да, и ему можно дать посмотреть, что там происходит. Можно оставить, пусть он поночует, пусть он почувствует себя, как он себя там чувствует. После этого он может, например, не захотеть или захотеть, да, и в зависимости от этой ситуации смотреть. Но у ребёнка есть такая потребность, да, пусть он останется. Ещё один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы хотела вы дать вопрос. Меня зовут Юля. Моему ребёнку 5 лет. Он ходит в школу детского развития. В последний раз его преподаватель наказала и поставила в угол. А теперь ребёнок у меня отказывается, куда ходить. Правомерны ли действия преподавателя? И что мне как матери нужно сейчас делать? Спасибо большое за вопрос. Вопрос правоверных, неправомерных, это всё-таки, наверное, юристам, да, вопрос, имеют ли право, предположим, преподаватель. Чисто с психологической точки зрения, да, преподаватель тоже сделал так, наверное, не просто так, да, не из вредных каких-то чувств, и не из какого-то своего, там, предположим, недовольства. Что-то произошло, за что ребёнка наказали, да. Ребёнка наказали вот таким вот образом. Во-первых, если мама не устраивает это наказание именно так, что поставили в угол, мама может с преподавателем обговорить, что мне, ну, скажем так, меня не устраивает, да, что именно так наказывают ребёнка. Я переживаю, что это как-то там будет на него плохо влиять. Контактировать с преподавателем. А ребёнку важно объяснить вот эту вот цепь последовательных событий. Что он сделал, ребёнок, да, что его, например, наказали. И как в будущем можно себя вести для того, чтобы тебя не наказывали, да, для того, чтобы тебя, предположим, хвалили, для того, чтобы тебя поощряли. Потому что, ну, ребёнок в своей жизни встретится с разными людьми, да, и разные будут стили реакции на поведение ребёнка. И ребёнок должен усваивать, что его какое-то поведение рождает ту или иную реакцию у преподавателей. То есть если вас не устраивает стиль наказания, проговорите с преподавателем, но, с другой стороны, и с ребёнком тоже важно проговорить, что его поведение влечёт за собой какие-то реакции взрослые. Но после того, как проговорить, не факт же, что ребёнок захочет опять идти? Не факт, да, но он же хотел, а у него же был когда-то мотив, да. Поэтому можно всё-таки с ним разговаривать с того, зачем он туда хотел ходить, если он вообще хотел ходить. Может, это желание было мамой изначально, да, поэтому ребёнок сейчас нашёл повод и говорит, например, что я не буду туда ходить вообще тогда. То есть в этот момент важно с ребёнком тогда проговорить, что если ты будешь все указания, все инструкции, все задания выполнять, если будешь вести себя так-то, так-то и так-то, то будет то-то, то-то и то-то, да, будет хорошо. Тебя похвалят, тебя поощрят, да, тебе проговорят, что ты молодец, предположим. И все твои там одноклассники в школе, в будущего первоклассника, они увидят, что ты молодец. А если ты будешь вести себя так-то, так-то и так-то и нарушать какие-то правила, то будут какие-то наказания. Тогда ребенок будет понимать, что его поведение влечет за собой какую-то реакцию. И будет уже, скажем так, понимать, к чему приведет то или иное его проступок. Еще один звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас в Прилузском районе, в общем, у всех садиков есть всегда какие-то проблемы, да? Но мне бы хотелось выразить большую благодарность. У нас в Прилузском районе есть маленькая села Читаева, и работает садик «Белка», и там работают замечательные педагоги. Очень долго работают Ложкина Любовь Николаевна, долго работают Шурепова Вера Васильевна, Татьяна Анатольевна, Елена Владимировна. Хочется сказать им большую благодарность за их труд, потому что у меня девочки воспитывались, уже взрослые дочки, теперь к ним входит моя замечательная внучка, и хочется пожелать им всего самого хорошего, потому что действительно дело воспитания детей – это очень важно в нашей жизни. И поклон им до земли, действительно. У них всегда в садике очень уютно, всегда добродушные, всегда рады их послушать и понять. Замечательные праздники проходят, молодцы. Большое им спасибо. И вам большое спасибо за звонок. Я думаю, воспитателям было очень приятно, если не смотрят сейчас эфир, услышать слова благодарности, потому что, ну, на самом деле, это очень нелегкий труд. Конечно. И часто очень родители, понятно, что переживаем из-за своих детей, и хотим в каких-то конфликтных ситуациях стать, естественно, в сторону ребенка, и потом получается, что воспитатели… Ну вот, есть, есть, и много очень хороших воспитателей, и слава Богу, что они есть. Ну вот, не все бывают хорошие. Хотела бы прочитать не очень такую ситуацию. У сына пропало желание ходить в садик. Истерики по утрам. Я решила прийти к ним на прогулку, естественно, меня никто не видел. Картина. Стоит мой сын в кругу детей. Плачет. А воспитательница у нас, тетушка, строгих жизненных правил, ему внушает. Ты плохой, с тобой никто не хочет дружить, у тебя зло в сердце. До этого позволяла другим родителям учинять разборки с моим ребенком без моего присутствия. Личные разговоры со воспитательницей не помогают. После чего мы разбирались в кабинете у заведующей. Подскажите, как быть? Менять садик? От Ольги вопрос. Ну, мама говорит, что личные разговоры не помогают. То есть рекомендация в том, чтобы проговорить с воспитателем то, что происходит. Ну, это, наверное, первое, что приходит в голову. Первое, что говорит. Не всем родителям это первое, что приходит в голову. Многие родители, испытывая, например, какие-то неприятные чувства по отношению к воспитателю, они не идут с этими чувствами, да, к воспитателю. Они боятся конфликта, они боятся, что они могут сделать еще хуже, да, что по отношению к ребенку. Ну, конечно, если есть такая возможность поменять садик, да, то можно, конечно, подумать в этом направлении. Но часто бывает такое, что уходя из какого-то места там в другое место, мы всегда берем с собой себя. И бывает такое, что когда родители, например, решают проблему ребенка тем, что они переводят его из садика в другой садик или из школы в другую школу, то бывает, что у ребенка вот в этом новом садике и в новой школе возникают точно такие же проблемы, которые были прежде. И поэтому можно задуматься, что да, конечно, воспитатель неправ. Например, да, вот если на самом деле были такие слова произнесены, если на самом деле было с такой интонацией, да, потому что бывает, что родительское сердце, оно немножко, ну, скажем так, видит... Исклюляет, да? По-другому немножечко. Видит, видит, видит немножко, ну, поскольку переживают, да, за ребенка, понятно, видит немножко больше минусов там, где их, может быть, не так много. Вот. С воспитателем, скажем так, если вот этот разговор заведующий, да, как он повлиял, вот проговорили, да, с воспитателем важно проговаривать, может быть, с человеческой точки зрения, может быть, подойти к ней как к маме, что если бы к вашему ребенку, да, вот так вот говорили, как бы вы себя чувствовали, чтобы она с этой точки зрения, может быть, тогда поняла. А ещё можно задуматься, что в поведении ребёнка, рождая такие слова воспитателя, откуда такие слова были произнесены. Вот мама пришла на прогулку, что-то произошло, что воспитатель выставила ребёнка и в круг детей. Что вот это было что-то? Мама об этом не говорит. Либо она этого не видела, либо она считает это неважным. Не бывает так просто, что ребёнка выбирают, назначают его виноватым и делают. Что-то происходит, что-то ребёнок делает, что следует такая реакция. Нужно задуматься, что ребёнок делает. Все стороны проработать. У нас не так много времени до конца эфира, но хотелось не упустить ещё одну важную часть пребывания в садике ребёнка. Это вот пребывание перед школой самой. То есть это уже достаточно серьёзная подготовка к школе, учебные занятия очень много. Вот там есть тоже сложности, с которыми сталкиваются. Вот в нескольких словах, может быть, с чем сталкиваются и как вот это преодолеть? Ну, важно сказать вообще изначально тогда про готовность к школе. Как психолог я всё-таки считаю, что большую важность несёт именно поведенческая готовность. То есть ребёнок считается готовым к школе, когда он может удерживать внимание на протяжении некоторого времени. Когда у него в конце занятия, если занятие длится 50 минут, когда у него не ухудшается качество работы. То есть он может на одном хорошем темпе выполнять задания. Когда он не расторможен, он не мешает выполнять задания другим детям. Но при этом он и сам не задерживается. То есть он не работает медленно. И вот эти все поведенческие моменты важно смотреть у ребёнка. Ребёнка научат в любом случае читать и писать. Перед садиком не стоит такая задача. Важно смотреть на поведение. Поэтому важно взаимодействовать с воспитателями. Спрашивать, как он занимается, как он ведёт себя на занятиях. И если что-то беспокоит, нужно выходить на психолога-садика или на какого-то другого психолога. И построить систему индивидуальных занятий с этим ребёнком. Потому чтобы он был поведенчески готов к школе. Чтобы он высиживал эти занятия. Чтобы его внимание, его память были способны удерживать эту информацию. Это нужно уже делать в подготовительной группе? Или есть старшая группа, которая предпоследний год, скажем так? Можно начать с подготовительной. Можно начать за год-полтора до поступления в школу. Исследовать уровень развития психических процессов. То есть какое внимание, какая память, насколько ребёнок воспринимает информацию. И если, например, есть же нормы, есть же показатели у детей возраста. И если, например, у ребёнка ниже нормы, то нужно индивидуальные занятия проводить с ребёнком по повышению уровня этих психических процессов. В качестве заключения нашей программы, к сожалению, время скоротечное. Всё обсудить мы не успеваем. Хочется дать несколько основополагающих советов, которые пригодятся во все года, когда вы будете ходить в садик. Не только при адаптации, но и всегда. Давайте посмотрим на экран. Я буду читать рекомендации для родителей. Общайтесь с педагогами и воспитателями своего ребёнка. Просите обратную связь о поведении ребёнка. К примеру, пришли вечером, спросили, как он себя вёл, как он кушал, как он выполнял домашние задания. И обязательно нужно найти, за что похвалить ребёнка. Если он что-то хорошее совершил, он позанимался, он поспал, он хорошо поел. Нужно сказать, ой, какой ты молодец, я так рада, что ты у меня занимался. Прямо тоже сделаете. Конечно, закрепить для ребёнка результат его поведения в саду, чтобы у него закреплялось его вот это приемлемое поведение. Относитесь позитивно к детскому саду, к воспитателям своего ребёнка. Отмечайте в беседах с ребёнком все плюсы вашего детского сада и педагогов. То, о чём мы сегодня тоже говорили. Если мы, как, ну, понятно, категорично настроенные родители, будем ругать, то ваш ребёнок будет тоже своеобразно воспринимать детский сад. Будет переживать его, как плохое место, где его обижают. И тогда так и будет происходить. Если вам сообщили о какой-то трудности в поведении вашего ребёнка, обсудите с воспитателем, когда и как она возникает, собирайте информацию и обратитесь к психологу детского сада. Тоже общая информация, понятно. Если у ребёнка трудности при общении с другими детьми, играйте с ним в ролевые игры дома. Проигрывая с ним конфликты, вы будете передавать ребёнку свой опыт. Ну, это, наверное, сложно. С первого раза так просто не получится, но с опытом приобретается всё. Конечно. И последнее, помните, что и у педагогов, и у родителей цель одна – забота о ребёнке, его здоровье и развитии. Бесспорно. Такая хорошая у нас получилась точка. Воспитатели не враги, а как раз-таки ваши друзья. И находите с ним общий язык. Я уверена, что это возможно. Поэтому удачи вам, дорогие родители. Напомню, что сегодня мы говорили о тех сложностях, трудностях садиковского возраста, посещения садика. Гостем нашего эфира сегодня была психолог Виктория Кирьянова. Спасибо большое. Спасибо вам. Я надеюсь, что советы пригодятся. Всего доброго. И с вами, дорогие телезрители, мы увидимся завтра в 12.40. До встречи.